Иверская икона Божьей Матери Иверская икона Божьей Матери, написанная в XIX веке на Афоне, в Пантелеимоновском монастыре, список с чудотворного образа, прибыла в главный храм Воскресенского благочиния. И здесь она будет теперь находиться постоянно, в пределе в честь Иверской иконы Божьей Матери. Здесь она будет находиться в определенном киоте, который будет сооружен в ближайшее время. И эта икона будет постоянно находиться до молитвенного поклонения прихожан. Но пока собор, наша верхняя часть, основная, как бы, ремонтируется, отстраивается, благоукрашается, эта икона будет находиться в нижнем храме в честь успения Божьей Матери. Святыня была подарена Нижегородской епархии. Передача иконы состоялась 29 сентября в Москве. На территории православного черноречия образ встречали прихожане Воскресенского храма. Благодать Афона приходит к нам с вами. Для нас это очень большая радость и духовное утешение. Покров Царицы Небесной всегда был неотступно над русской землей. Благословение Матери Божией всегда было с русским народом. Для нас, чтобы охраняли нас, спасали все наши иконы. Мы молимся им, плачемся, чтобы детей наших оберегал и нас. Ну что? Да, защищал. Да, защищал нас. Мы ведь каждый выходной здесь. Спасение. Спасение, да, наше. Митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий совершил в Воскресенском храме параклес и божественную литургию. Ныне время возрождения, духовного возрождения. И это возрождение не столько в храмах, не столько, может, в колоколах или святых иконах, а прежде всего возрождение душ человеческих. Иногда приезжаешь в западный христианский мир, видишь огромное архитектурное благорепие, но эти храмы пустые. Вот для нас самое страшное, если люди в своем сердце не найдут дорогу к Богу. Если вера Христова оскудеет на русской земле в сердцах человеческих, и тогда и сохнет и благословение Божие, и тогда не будет и покрова Царицы Небесной. В православном Черноречии, где некогда не было ни одного храма, сегодня их уже 12. Всем присутствующим на богослужении в Воскресенском храме были подарены небольшие иверские иконы Божьей Матери. В Розамасском районе немало удивительных храмов. Но у этой церкви Вознесения Господня в селе Степаново – редкая судьба. И здания, и его убранство за 200 с лишним лет не были поруганы и максимально сохранились. Храм объединяет зимние и летние помещения. В летней части сейчас идет реставрация. В зимние прихожане собираются на богослужения. Храм был построен в 1815 году в честь победы над Наполеоном на средства прихожан. Особенно старались купцы Давыдовы. Она у нас двухпрестольная. Правый престол – Вознесению Господню, а левый – Успению Пресвятой Богородицы. Когда открылась церковь, прихожан насчитывалось около тысячи человек. В журнале, вот где я смотрела в архиве, 923, 930, там, ну, больше всего-то я не видела, конечно. Ну, около тысячи людей было только прихожан. При храме была церковно-приходская школа. В этой школе в то время учились 54 ученика. Она была построена вот здесь, на север. Но когда вот разрушалось все, в то время ее снесли, колхозы построили здесь клуб. В 1934 году церковь была закрыта. С колокольни сбросили колокола, сломали церковную ограду. Но жители всегда, как могли, сопротивлялись разрушению храма. Особенно благодарна Степановце Евдокии Петруниной, которая хранила ключи от церкви. Мы ее никогда не забываем, потому что это великая тружница. Когда в 1934 году приехали в мае разрушать нашу церковь, она не дала, ключи спрятала. Обыскивали, говорят, ее с собаками приезжали после ключей, и у нее не нашли. Ворваться они никак не могли, сколько не приходилось. В этот год они сбросили у нас два колокола. Один колокол весом 500 пудов, и по голосу равен только колоколу в городе Сарове, их два было. Храм в Степанове очень любят, свои святыни берегут. Я вам расскажу про эту икону. Называется она «Скорая послушница». Это икона с города Иерусалима, со святых мест. Два мужчины, два друга поехали туда. Они очень верующие. Один Балдаковский, один наш Витошинский. И они эту икону сюда привезли. Я вот думаю, конечно, это мое мнение, что по ее милости и ремонт здесь начался. Сохранилось все тоже. Она принимала, я думаю, в этом участие Богородица Пресвятая. Это чудо. И сейчас в Вознесенский храм ходят жители трех ближайших сел. Анфиса Евтифеева 47 лет проработала учителем. Но храм всегда был в ее сердце. Теперь вместе с односельчанами она бережет память его истории. Отец Ивана Варганова был председателем местного колхоза. Во многом благодаря и его усилиям храм уцелел. Для Ивана Ивановича сохранение духовных корней – очень важное дело в жизни. Если не верить в жизнь просто так, жить и прокуривать время свое, это бессмысленная жизнь прожить. Надо на кто-то верить. Надо людям помогать, делать, творить добро. Летний храм действительно поражает даже сейчас, когда он в процессе реставрации. Огромная высота, удивительный резной иконостас и фрагменты сохранившихся росписей. Хотя, как говорят специалисты, здесь присутствует полный спектр разрушений. Характер разрушения мы видим, вот аварийный, но укреплен. Тут уже ничего не осыпается. Если раньше можно было чуть тронуть, и все это осыпалось. Сейчас это все зафиксировано, произведена консервацией, так называется. И после этого этапа мы уже подводим левкас в пределах утрат и подбираем акриловыми золотыми красками разных оттенков. Потому что золото здесь положено разным по цвету. Где-то в желтизну, а где-то в красноту была такая игра золота. И поэтому нам тоже приходится применять разные оттенки золочения, с тем, чтобы подобрать, максимально приблизиться к авторскому решению. Такой уровень резьбы – это сейчас позавидует любой исполнитель. Так, из ловчицы, такую глубину резьбы до трех слоев. Доски набираются, и каждая частичка вырезается. Стены увидеть сейчас трудно. Всюду леса идет работа. Все возможные фрагменты росписи будут сохранены. Это страшный суд. Мы наблюдаем здесь нижнюю часть композиции. В верхней части, там, где райское небо, где святые, там еще идет момент реконструкции в пределах утрат. Прекрасные лики, уровень высочайший просто исполнения. Задача – сохранить все остатки авторской живописи, если даже они жалкие, вообще ничтожные. Даже если 30%, 15% – практика показывает, что они дают потом направление всему воссозданию. Если там есть остатки авторской живописи, мы понимаем, какой стиль, насыщенность, такой орнамент. Здесь вот имитация лепнины. 84 иконы из иконостаса храма в Степанове сейчас находятся в руках художников реставрационных мастерских Нижегородской епархии. Это драгоценные образы, хотя многие из них значительно повреждены временем. Пришли они вот в таком состоянии, можно сказать, крайне аварийном. Отставание от основы левкаса и красочного слоя, кракелюра левкаса с приподнятыми краями, закручивание в трубке. В общем, такое сложное достаточно состояние. Наша задача – максимально раскрыть автора, сохранить автора. Поэтому мы удаляем слои поздних прописей. Если есть какие-то чинки старые, мы их сохраняем. То, что не мешает глазу для восприятия образа. Интересно, что имена святых подписаны на обороте каждой иконы, как и место образа в иконостасе. Конкретных авторов установить невозможно, но то, что это были иконописцы высокого класса, понятно. Иконы, конечно, необычайной красоты. Здесь и серебро использовалось, и золото. На складках очень красивые орнаменты, такие растительные. Чернение по серебру на деталях каких-то. Жемчужное обнесет по одеждам. Стараемся, чтобы наши тонировки чуть были светлее автора. В верхнем ряду иконостаса нашлись образы иного времени написания. Предположительно, наверное, XIX век появление масляной живописи очень распространено стало, потому что темперы и темперные краски – это достаточно дорогое удовольствие. Поэтому иконы, написанные в одном тоновом варианте, использованы красные, зеленые, охра. Это были такие самые недорогие краски. Самая дорогая у нас считается изумрудная, синяя. Когда заказчик хотел показать богатство храма, конечно же, использовали мастера эти цвета. Живопись очень тонкая. Видно, что люди были невероятными живописными, потому что все так прописать изящно. Тут видны и глаза, то есть лики абсолютно прописаны. По восстановлению таких икон не один день работы, чтобы это все заново восстановить до прежнего состояния. Это характерно как раз для икон из Степанова. Колонии плесни, плесни, которые мы тоже старались убрать. Лики, они утрачены не все на некоторых. То есть вот на этой иконе утрачен только один лик. Это лик только Иисуса. А вот лик Божьей Матери и Девы Марии, также лик снимающего его с креста святого, они сохранены. То есть по этим ликам мы можем восстановить другие лики. Для тех, кто никогда не интересовался процессом реставрации, кажется нереальным даже просто найти следы живописи на темной поверхности древних икон. Это икона с двумя пока что неизвестными святыми. Находится она пока под потемневшим лаком. Я выравниваю левказ. Он должен быть полностью ровным, когда уже наступит этап тонировок акварельных. В плохом состоянии часто приходят иконы, и когда ты сам это восстанавливаешь, каждый день видишь какой-то результат. И это все не зря происходит, когда из-за какого-то вот такого темного непонятного что-то становится очень яркое, красивое. И это все сделал ты, и это прям вот будоражит. Есть у мастеров и удивительные находки, когда под слоем записи обнаруживается более старый слой живописи. Вот такой была икона с изображением про отца Иакова. Глубже был обнаружен образ про отца Ноя. Это уже раскрытый вариант иконы, поздние записи более. Сохранилось очень много. То есть сейчас на него нанесен реставрационный грунт, чтобы его потери возобновить. Очень долгий процесс у нас. Но то, что было до и то, что было после, это, конечно, очень колоссальная разница. Мы рады, что мы решили все-таки раскрыть и показать этот образ, потому что образ старый и очень такой необычный, красивый. И как раз-таки весь, в основном, старый иконостас написан вот в такой стилистике. Реставрация – удивительный процесс, когда художественное полотно сначала вылечивают, а потом любуются им. Так, как невозможно будет даже в церкви, потому что образ будет расположен довольно высоко. Так и с иконами из храма Стива Степанова. Сейчас есть возможность близко рассмотреть мастерство художников прошлых веков. Интересная иконография. Апостол Андрей изображен на кресте, которым его принял он мученическую смерть. Вот мы видим, что ручки у апостола немножко разные. Вот эта вот ручка – это вставка реставрационная. То есть когда-то она была сделана, мы ее сохранили вот в этом виде, у которого она дошла до нас. Также вот здесь оставлены контрольные участки, где мы можем видеть, вот он, верхний слой потемневшей олифы. Дальше у нас идет слой записи. Лики очень характерны для этого времени, середины XVIII века. Вот такие немножечко крупные глазницы, крупный нос. Очень живые складки. Вот они просто, такое ощущение, что фигура в движении. Основной объем иконостаса Вознесенского храма уже отреставрирован. Хотя мастера, конечно, не спешат. Процессу реставрации суета противопоказана. В самом же храме, кроме возрождения иконостаса и росписи, сделано немало. Заменены окна, отремонтирована крыша, обновляется система отопления. И когда вся эта огромная работа над храмом и его убранством будет закончена, прихожан и паломников ожидают большое удивление и радость. О таком возрождении святыни можно только мечтать. Добро – это Господь. А церковь нужна всем, не только нам, чтобы духовно обогащаться. Церковь для этого и существует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова